Мы сейчас в ситуации тяжких пожаров, еще надо разобраться более глубоко в этой теме, если можно. Как известно, то, что мы видим на земле, это отражает более высокие меры божественного правления. Ну, я думаю, что все мы и вы видели огонь, видели костры, видели, как что делать огонь, и священник до него падает. То есть огонь – это самая страшная разрушительная сила, уничтожает все. И люди, которые любят это уничтожение огнем, это, я бы сказал так, это, думаю, что это не от чистоты души происходит. Они любят уничтожение, это не хороший признак. Наши мудрецы говорят следующую вещь, что огонь – это проявление меры суда. Меры суда. То есть, есть более мягкое проявление меры суда, это не огонь, но более суровое, более строгая мера суда – она проявляется как огонь. – Есть… Ну, наше писание полно намеков на то, что как огонь – это знак разрушения, знак вовшественного наказания. Давайте начнем с книги Свитка Эйхи. Так говорит о рушении храма, это четвертая глава, одиннадцатый стих. Как бы завершил Всевышний свой гнев, излил свою ярость, и зажег огонь в Сионе, и пожал этот огонь в Сионе снова. Это Эйхо 4.11. Об этом пишут наши мудрецы, что это Стима Арал, то, что мы сегодня… место Масахет Шаббат, да, в Куфью Тет, 119, что в месте, где есть Хирюль Шаббат, Хирюль Шаббат, там же есть… есть и пожары, пожары. Почему? Потому что Хирюль Шаббат – это страшная вещь, страшное нарушение. Поэтому Хирюль Шаббат, он, как бы, вызывает на себя страшнейшее наказание. Это место Масахет… Масахет Шаббат ему объясняет стих Вермияу. Вермияу – это 17 глава, 27 стих Вермияу. Там сказано так… Если вы не будете слушать меня, освятить день субботний, чтобы вы не переносили вещи в Шаббат, и переносить их в врата Иерусалима, и не потухнет. Это стих Вермияу. И на основании этого стиха говорит Масахет Шаббат, что пожары присущи, они часты. Вместе есть нарушение Шаббата. Мы уже сегодня говорили, не раз говорили об этом, что мы сейчас, безусловно, находимся… Мы находимся в этом мире в период с терпанием сокрытия лика Творца. Поэтому, безусловно, мы не можем сказать четко, вот он нарушил Шаббат, поэтому он возгорел, и наоборот. Но тут есть некоторые правила, некоторые правила. Правила, ну, есть тяжкий крех нарушения Шаббата. И если мы говорим, что, например, сейчас ситуация в Азербайджане строили, это не вопрос отдельных людей. Это вопрос всей общины Израиля на Святой Земле сегодня. И, безусловно, сказать, что мы на Святой Земле, мы чисты от скверения субботы, я думаю, что никто не сможет это рассказать. Даже если человек сам по себе, у всех в доме, он полностью чист, много общин в целом. И эти вещи надо понимать. Надо понимать, что на всех нас лежит обязанность усилить себя, усилить свои семьи, усилить тех, кто готовы нас слушать в освобождении Шаббата, изучением Аллахот, обучение других Аллахот. Шаббат. Потому что Шаббат – это огонь. Шаббат – это огонь. Мы просто поймем, Шаббат – это радостный день. Шаббат – это время отдыха, время радости, удовольствия. Но все это, если мы соблюдаем. Если мы, не дабы, Шаббат не соблюдаем, то Шаббаты можно превратиться в страшнейшее наказание. И тут хочу коснуться еще одной очень принципиальной темы. Мы же упомянули сегодня, что разрушение храмов называется «Вейхе», что еще зажег огонь в Сионе, и огонь в Сионе, и огонь в Сионе. Мы говорим, мы говорим, в минхе, в тиша баау, есть кодавав линья, в брахе, в бане Европейшелая, это сказано так. Как сказано, «Всевышний в войне ела, я буду для Иерусалима стеной огня вокруг». Есть тут одна очень важная вещь, которой коснуться, и она очень принципиально нам понять то, что происходит в последние несколько дней. Есть очень радостная вещь, что, слава Богу, до сегодняшнего года, то, что мне известно сейчас, не было погибших и даже не слышал, что были тяжелораненые. За все эти… Тут говорят о нескольких сотен поджогах за последние три дня. Не игрушки. То есть, во шум и счету, Святая Земля горит в очень многих местах. На севере, на юге, недалеко от Иерусалима перекрываются железные дороги, перекрываются дороги. Вчера был страшнейший пожар у Всехладьякова, сегодня страшнейший пожар в Хайфе. И при всем при этом мы видим огромную-огромную милость Творца, что не было жертв. Не было жертв. Я хочу еще немножко объяснить. У меня когда-то моя покойная теща спросила такой вопрос. Зачем сегодняшний создал комаров? То есть, вопрос… Вопрос. Он имеет смыслный вопрос. Не всегда можно на какой вопрос ответить. Но я и да ответил, и считаю, что ответит он хотя бы частично, он верный. Он сказал и так. Не дать человеку полагается наказание. И с него есть долг. Вопрос, если долг взыскать одноразово, он погибнет. Если бы взыскать от него медленно, по каплям, он будет страдать, но он останется жив. Ну, просто пример. Человек, допустим, должен сто тысяч долларов. Но требуется заплатить немедленно сейчас. Иначе, ой, ой, ой. Вот где он такие деньги возьмет? Радует, что подаст в квартиру. Уйдет на улицу. А другой скажет такую вещь. Ты мне сто тысяч долларов, очень хорошо. Я тебе это разобью на пятьсот выплат. Сорок лет с кусочком. Пятьсот выплат. Думаю, что за такое требование долга, может, мне его мнять и поцеловать. Это такой выплат за сорок чем-то лет. Он платит за тысячу долларов по двести. Двести долларов в месяц. Часто у нас есть долги, у нас, не даже часто, как правило, у всех у нас есть долги большие, предстоящие. С нас есть много чего взыскать. Можно вот это взыскать строгим судом, одноразовым. А можно взыскать небольшими страданиями. Небольшими, но страданиями. Но страданиями. И вот одним исполнителем этих страданий является комары. Человеку есть какие-то долги. И вот все еще взимает долги тем, что он лежит в кровати. Вдруг возле уха называется зужжание комара. А дело самое жужжание это мешает ему спать, мешает ему жизнь. Потом засыпает, просыпается от зуда на ноге или на руке. Ой, ну такая не очень хорошая. И комарики, и ночью выспался. Но, слава Богу, здоров, проблем нет. К нему эти комарики мешают ему жить какое-то время. Но он здоров, действует, живет, радуется жизни. Был очень великий человек во Святой Земле. Абшуурозовский. Ну, реально. Первый Рашид Шива Рашид Понович. Величайший учитель-наставник глави Шива нашего поколения. Он чудом, по велению Всевышнего, спасся. Он родом из Гродно. И, чтобы избежать призыва там в армию, в польскую, он перед началом боевой катастрофы, он приехал в Братиславль Живчицевич в Атлонжи. И так он был спасся от катастрофы. И стал ведущим Россию во Святой Земле после окупации катастрофы. Не было ему равных. У него была очень тяжелая жизнь. Болезни. Он умер молодым сравнительно. Много страдал. Он был очень радостным человеком. Он сказал это так. Я представляю себе, что мне вообще полагалось, как ко всему еврейскому народу в Европе. Гетто, лагеря смерти. И все отсюда приходили. Здесь сейчас был бы, говорит, если я был бы сейчас в дороге в газовые камеры, к ней пришел бы к Нави и сказал, слушай, шмулька, я готов тебе предложить. Сейчас мы тебя отсюда заберем. Отсюда. Пейш, вера, цисроя. Там станешь рожищивой. Но у тебя будут болезни и страдания. Что бы ты выбрал? Вы готовы на это? Конечно готовы. Я побежал бы сразу. Сразу побежал бы. Есть ситуация, когда с нас взыскивают небольшими страданиями, за большие долги. И нам, понимаете, это трудно. Я говорю, потому что я знаю, что это трудно. Надо уметь благодарить Всевышнего за небольшие, не принципиальные, но болезненные страдания. Я хочу сказать, мы сегодня говорим про огонь, про пожары. Есть у нас такая тема. Есть 79-й капитал, то есть 79-я глава в Таилим. Это воспевание Ассафа о радужении храма. Это воспевание. Возле Лизамер. И наши мудрцы задали вопрос. Надо было написать не мизмор ли Ассафа, а плач Ассафа. Почему мизмор? Почему мизмор? Какой-то человек к этому имеет мизмор? И мы тогда смотрим следующую вещь. Всевышний как бы излил свой гнев на камни и на дерево храма. И именно в силу этого спасся еврейский народ. То есть гнев Всевышний был чрезвычайно большой. Решение первого храма причастливого властью. Кто-то немножко занимался Танахом в своей жизни. Меня люди спрашивали. Так выглядел еврейский народ во времена идлопоклонства. То, это и это. То, что происходило при наших, при других. Знаете, не нам судить те поколения. У них было злое начало чрезвычайно высокое. Надо понять, что это были страшнейшие вещи. И об этом говорится, что Всевышний свой великий гнев, который был народ Израиля, накопился за большую часть периода первого храма. Если вы злите его не на храм, не на то, что называется, камни и дерево, а на наш народ, то у нас ничего бы не осталось. Всевышний излил это нас на свой храм. Поэтому, хотя еврейский народ сильно очень пострадал, физически тоже, но все-таки он остался. Нам надо понимать, что в жизни есть много страданий. Есть у Всевышнего особая форма правления в отношении к нашему народу, что наш народ переживает все наказания. Рассказано на Загетте Алмуда, «Хей сав калим в эй гэм эй нам калим». Буквально стрелы Всевышнего кончаются, кончаются все наказания. Что значит кончаются все наказания? Уже пришло время приходя на Башвейх. А наш народ, он не прекращается. Понимаете, есть великое благо Творца, когда он действительно взыскивает с нас долги не жизнями. Не жизнями. Он взыскивает эти долги, оставая нас в живых. Как народ в целом, так и каждый взгляд в отдельности. И это то величайшее благо в проявлении суда, которое касается, когда оно как бы развивается на многих людей, оно развивается у человека на много мелких неприятностей. И нам надо видеть в этом благо Творца, что за это благодарить. И я хочу, чтобы просто немножко поняли одну тонкую вещь. То, что касается страданий других людей, нам надо даже понимать, что это тоже благо, нам надо болеть их боль и молиться об этом, чтобы эта боль не прекратилась. Но, понимаете, тут надо уметь, это не так легко в смысле душевных сил у человека, знать с одной стороны, что все, что делал Всевышний, это благо, и благо поведет, и страдания тоже. А с другой стороны, уметь болеть то, что болит другим. Я бы сказал так, чтобы уметь это делать полноценно, это требуется быть действительно большим человеком. Это непросто, непросто. Поэтому надо, с одной стороны, надо болеть за боль нашего народа везде, а с другой стороны, надо знать, что Всевышний все делает к лучшему. Это, опять же, от нас не отменяет требования, это нас не освобождает от того, чтобы мы помогли другим, так и можем помочь. Когда человек видит бедного, запросит от него помощи, он подумает про себя, Всевышний все делает к лучшему, но он прослал этого бедного, чтобы ты с ним разбирался. То есть это к лучшему, проявиться в чем? Что ты ему поможешь, что ты ему поможешь. Это одна вещь, я бы хотел вам сказать. Есть еще одна вещь, которая касается принципиально нас, и я думаю, что это касается… Это мы сегодня коснулись наказания за осквернение шабата. Мы считаем, на самом деле, гораздо более широкое, потому что шабате сказано напрямую в Талмуде и в Писании, что пожары приходят из-за осквернения шабата. Однако есть еще у нас большое правило, большое, большое правило о наказаниях Всевышнего – это наказание мера за мер. И тут еще сказать одну вещь. Это требуется от нас разобраться. Последние годы бушует страшный огонь. Сила огня в том, что он переносится ветром туда, куда даже человек не думал, что он может дойти. Есть нечто подобное в физическом и эмоциональном мире – это эпидемия. Эпидемия, то есть чума этого подобного – это была страшнейшая бич всегда. Эпидемия. Есть сегодня тоже эпидемия. Эпидемия поражения интернетом со всеми его, так сказать, его появлениями. Я слышал такую цифру, что в Китае определяют, что есть в Китае 100 миллионов больных интернетом. Это определение уже не еврейское. Это не еврейское определение. Есть наркомания такая, есть наркомания другая. Есть много разных наркоманий. Я сейчас коснусь просто одной очень больной стороны этого вопроса. Последние 70 лет величайшими усилиями наших мудрецов, величайшими помощью свыше, после катастрофы страшнейшей нашего народа и в Европе, материальной и духовной. Наши мудрецы сумели построить огражденный без внешних крепостных стен, мир Торы огражденный от влияния зла снаружи. Не до конца, но более-менее огражденный. Наши мудрецы не допустили телевизора в нашей семье. Не допустили еще телевизора в нашей семье. И разврат не пришел в наши школы. И самая страшная проломба в этих стенах, это то, что через экран компьютера человек может быть в самом закрытом районе Иерусалима, в самом кошерном доме. У него будет под подушкой какой-нибудь там айфон. и он горит, и этот огонь придется другим. Поэтому, если мы сейчас говорим, это для нас, когда мы видим, как вокруг бушует огонь, нам надо для себя сделать хэшбонэфиш, а может где-то в нас горит злой огонь, злой огонь, который придется с одного к другому, один поджигает другого, и нам приходит наказание, не дай Бог, мера за меру. В любом случае, я вообще хочу божать всему нашему народу, что исполнилось то, что мы говорим и молимся в Тишабаав, в Минх, что мы сегодня приводили, что Всевышний зажег огонь в Сионе, так же огнем, огненной стеной нас заново возвратит храм. Всего хорошего! Буча бас! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok